Теперь перейду к очень важному месседжу, который я хотела донести каждому из вас. Я прошу вас, не ведитесь на манипуляции, особенно на манипуляции разных в том числе блогеров, которые призывают вас к негативным оценкам кого-либо. Потому что сегодня вам нужно осознавать, помните, как я пишу в код вознаграждения, что в каждом из нас, в этой ситуации происходит война, не только война внешняя, но война и внутри себя, между тьмой и светом. Поэтому очень важно стать воином внутри и победить весь тот гнев, страх, который, возможно, находится внутри вас. Потому что есть очень важный момент. Что в первую очередь это битва каждого из нас за то, чтобы стать внутренним воином и освободиться, и научиться делать выбор из любви. Я знаю, что сложно меня возможно сейчас услышать, да, и у многих из вас легко сказать, но трудно сделать. Но поверьте, эту битву проживает каждый, в том числе и я. Поэтому я хотела бы сегодня с вами поговорить об очень важных вещах. Поговорить о том, как все-таки, несмотря на внешние обстоятельства, не потерять себя из-за стресса. Призвать вас к некоторым очень важным действиям внутри себя. Для того, чтобы выйти, как сказать, не позволить гневу и страху, агрессии, злости овладеть собой. Я все эти состояния прошла на протяжении первых нескольких дней. Я знаю все, что чувствуете вы. Я понимаю и осознаю, насколько нелегко взять себя под контроль. Но нам предстоит это сделать для того, чтобы защитить себя и выйти из этой ситуации совершенно другими и в целости и сохранности. Поэтому сейчас я хотела сказать, что такой важный тезис, я себе пометки сделала, что важно осознавать, что война происходит не только во внешних обстоятельствах, но внутри каждого из нас. Поэтому первое, второй тезис очень важный, что когда я пишу мир, миру мир, я имею в виду, чтобы внутри, внутри вас, несмотря на внешние обстоятельства, происходил мир. И, конечно же, мир снаружи. Если вы выбираете мир внутри себя, это не предательство, это выбор воина. Воина по духу. Не дайте стрессу себя победить, гневу и страху в том числе. Поэтому очень важно сейчас запомнить несколько вещей. Есть люди, а многие из вас сегодня находятся в социальных сетях. Есть люди, сегодня мир поделился на две категории. Те, кто будут нести свет и любовь, энергетические своим мышлением. И те, кто будут продолжать нести разруху и тьму. То есть будут те, кто стали внутри себя воинами и те, кто стали внутри себя агрессорами. Почему? Помните, как я пишу грех прощения? Сталкиваясь с каким-то нападением и стрессовой ситуацией, каждый из нас делает выбор. Пойти в изменения себя, либо стать таким, как агрессор. К чему я это рассказываю? К тому, что я хочу попросить вас не вестись на всякого рода манипуляции и провокации, которые забирают вашу энергию. Когда вы видите посты, а я сегодня их наблюдаю, огромное количество от разных блогеров, которые, например, я считаю совершенно неэтичными, особенно в настоящий момент. Посты похожи на содержание, подобного содержания, с вопросами, как вы считаете, кто прав, кто плох, кто хорош, кто нехорош, какая позиция правильна. Там, где вас в комментариях хотят столкнуть лубами, пожалуйста, проходите мимо этого всего. Никому ничего не доказывайте. Оставайтесь в своей внутренней позиции. Не тратьте энергию, которая сегодня и так вам нужна для того, чтобы сохранить свою жизнь, сохранить свою семью, своих детей и так далее. Я прошу вас сегодня о сохранении энергии. Помните, я вам говорила, говорила всегда, то, чему мы отдаём силу, становится нашей реальностью. Если мы уходим в агрессию, мы будем получать агрессию. Если мы выходим в гнев, мы будем получать гнев. Если мы уходим в дебаты, мы будем отдавать энергию дебата, вместо того, чтобы отдавать энергию созиданию, спокойствию, любви и гармонии. Внутреннему вот этому состоянию, благодаря которому вы сможете совершенно выйти и реагировать по-другому на самые критические ситуации. Не тратьте свою энергию, извините, на перемалывание дерьма. Сейчас важнее намного другие вещи, поэтому перестаньте это делать. Я призываю каждого читателя моих книг, каждую мою бабочку, пожалуйста, остановитесь, потому что для меня прискорбно видеть, что в то тяжёлое время вы отдаёте столько всего, непонятно кому, который как вампир пытается сожрать вашу энергию. Вот. Поэтому это очень важный момент. Спасибо.